Почему информация про принца-часть за Камилу, Королеву, Кейт и Уильяма самая важная в этом году? Эта смена власти ничего не может быть важнее. Пирс Морган накинулся на Сасекских, как голодная собака. Что он наговорил, давайте-ка узнаем поскорее. Ну и конечно, вы узнаете, почему принц Уэльский шарлатан, почему его так называют и какая обличающая книга вышла. А еще множество других новостей. Начинаем! Если честно, настало время хвалить принца-часть за его жену Камилу, ведь очень скоро они взойдут на престол. Но что-то не получается. Опять проблемы и не только с деньгами. Очередная книга вышла и что мы из нее узнаем? Оказывается, принц Уэльский шарлатан. Он адепт, фанат, называйте как хотите, нетрадиционной медицины. И предлагал больным ракам лечиться кофейными клизмами. Как вам такое? Если честно, не хочу углубляться в эту тему. Я точно знаю, что они не нравятся моим подписчикам. Потому что кто-то верит, кто-то не верит. Но, тем не менее, вот такая вот книга. На обложке мы видим принца Уэльского. И что я хочу вам сказать? Ну, ужасный снимок. Куда они все смотрели, ничего лучше не нашлось. Тем не менее, принц Уэльский, альтернативный принц. Так называется эта книга. И еще. Он продвигал откровенное шарлатанство. И ему пришлось закрыть свои фонды, связанные со здоровьем. Все подробности вы видите на экране. Вот такая вот публикация вышла пару дней назад. Я не успела рассказать с этим Нью-Йорком вам. Как вам? Что вы об этом думаете? Можно ли лечить настолько серьезные заболевания клизма или нет? Обязательно пишите. Как можно вообще в это лезть? Зачем это нужно принцу Чайзу? Мне лично непонятно. Зачем тебе это? Занимайся своими делами. Зачем лезть в медицину? Разве ты в этом что-то понимаешь? Короче говоря, сложно с этим всем. Переходим к следующей новости. Всем привет! Это канал Дочи Ньюс. Как у вас дела? Надеюсь, все хорошо. Берегите, пожалуйста, себя. И главное, не забывайте смотреть нас каждый вечер. Сегодня я снимаюсь на новую камеру. Эксперименты продолжаются. Так что жду ваших комментариев. Кроме этого, обязательно заглядывайте на Амур и Ройл. Что там опять натворила Меган Маркл? Как она копирует Кейт Миддлтон? Вдруг вы пропустили ролик, который вышел сегодня? Такое вполне может быть. Поэтому заглядывайте в инфобокс под этим видео и смотрите. Будет интересно. Конечно, я много болтаю в этом ролике, но столько всего нового говорю. А еще подписчики Амур и Ройл там обнаружили, что я говорю не комбинезон, а комбинезон. И забавляются там вовсю. Сколько радости! Надо ошибаться почаще в словах и доставлять радость подписчикам. Ведь где еще они будут самоутверждаться? Согласны? Да-да, я именно та блондинка, которой палец в рот не клади. Но думаю, именно это нравится моим подписчикам. Поэтому переходим к новостям. Ролик под названием «Принцесса Уэйская» вам очень понравился. Но под низом было множество вопросов. Как там Сасакс Кейт, как там Кейт, дети, какие у кого титулы, когда это произойдет, почему это важно, почему это самая главная новость на сегодня. Кто бы что ни говорил, но смена власти, то есть королева, у нас уходит на отдых, и у нас будет новый король. И впервые, это очень важно, внимание, уважаемые зрители, впервые принц Уэйский заговорил об этом открыто. Он сказал, что он готовится зайти на престол. И эти слова не были ничем, как говорится, завуалированы. И вот он заговорил об этом впервые, и он говорит, что это произойдет очень скоро. Это настолько скоро, что это начало октября, как я вам рассказывала ранее. Так вот, что изменится? Прежде всего, принц Уэйский, он же герцог Корнуэйский, исчезнет. Его не будет. Эти титулы перейдут к нынешнему, его старшему сыну, принцу Уэйляму. Именно принц Уэйлям приобретет титул герцога Корнуэйского и принца Уэйского. И перестанет одномоментно, в тот же час и в ту же минуту, быть герцогом кембриджским. Надеюсь, я понятно выражаюсь. Кроме этого, кроме того, что принц Уэйский, принц Чайз взойдет на престол, он станет королем. И остальные титулы он, естественно, потеряет. Камила станет королевой консорт. Она придет к власти. Теперь, очень важен вопрос с Сасекскими. Многие спрашивают, именно что коснется принца Гарри и Меган Маркл. Все происходящие изменения никак не коснутся герцогов Сасекских. Они так и останутся герцогами Сасекскими. Он останется принцем Гарри. А вот она, Меган, имеет единственный титул герцогини Сасекской. Все так и останется. Не будем сейчас упоминать титулы в Шотландии и так далее и тому подобное. Но для них ничего не изменится. Еще раз. Для принца Гарри и его детей, для его жены, для его семьи ничего не изменится. И он ничего не потеряет и не приобретет. Для этого нужен отдельный указ, который, конечно же, должен издать, сами знаете, кто это, принц Чайс. Кроме этого, как изменится жизнь детей герцогов Кемриджских и самой Кейт. Кейт становится, так же, как и ее супруг, герцогиней Корнуэльской. Теперь это не Камила, а теперь это Кейт. Это произойдет, как я уже говорила, осенью. И кроме этого, дети Шарлотта, Джордж и, конечно, Луику, даже без него, они будут носить повсеместно фамилию не Кембридж, как было ранее, а Уэльс, то есть Уэльски. И еще раз поздравляем Кейт Миддлтон с тем, что она очень скоро приобретет самый практически желанный титул. Это титул принцессы Уэльской. Как говорится, аплодисменты и занавес. Я очень старалась, надеюсь, всем понятно и без вопросов. Для Сасекских ничего не меняется, едем дальше. На же лайк, лайк, лайк и поздравления. Еще раз лайк, лайк, лайк и поздравления. Хорошо? Едем дальше. Пирс Морган, конечно, не мог промолчать. Он накинулся в этот раз не на Меган Маркл, а на принца Гарри. Он мнит себя современным Нельсоном Манделлой. Он совсем сошел с ума. У него нет мозгов и никакой индивидуальности. В общем, Пирс Морган очень даже прошелся по герцогам Сасекским. Но это было ожидаемо. А что же еще? Том Бауэр, тот самый автор книги, утверждает, что никто из семьи Нельсона Манделлы и сам фонд Нельсона Манделлы не собирался приглашать принца Гарри выступать в ООН. Это все сделало за его спиной Меган Маркл, утверждает тот самый Том Бауэр. И она это сделала для того, чтобы не потерять контракты с Нетфликс. Он говорит, что даже вот это интервью с ВОК, которое недавно выходило про аборты, это не попытка вмешаться в политику США. Люди не видят, как говорится, под своим носом, утверждает Том Бауэр. Это всего лишь попытка удержать контракт Нетфликс, который ускользает, как сквозь пальцы, у Меган Маркл. А ведь это 120 миллионов долларов. Напоминаю, это очень важно для Меган Маркл, говорит Том Бауэр. Кстати, пожалуйста, пишите, верите ли вы в эту версию Тома Бауэра, как вам его заявление, что Меган сама все организовала за спиной принца Гарри, и что она сама себе организовала вот это интервью с ВОК и подключила тех самых активисток, феминисток, и все это для Нетфликс. Камила жалуется, что привычки в современном мире изменились. Она, Камила, как будущая королева-консорт и как именинница, дала интервью Ребекке Инглиш. Напоминаю, Ребекка Инглиш является главным королевским редактором Daily Mail. И вот они поговорили, и в этом интервью Камила жалуется, что семьи теперь не садятся за общий стол, вместе не обедают, не ужинают, все уткнулись в свои телефоны, и это ей очень даже не нравится. А ведь за столом так интересно, можно не только выпить, покушать, но еще очень даже пошутить, узнать много нового, пообщаться. Это очень нравилось Камиле, но, к сожалению, времена уходят. Примерно вот как-то так. Никто более не уважает и не боится королеву Елизавету II, не боится реакции Букингемского дворца. Как я это узнала, спросите вы. Только посмотрите, какая книга вышла в свет. В свое время эту книгу запретили. А сейчас эту книгу описывают как замечательную, изобилующую сплетнями, сексуальными скандалами, королевскими колкостями, которая представляет собой блестящий портрет, наполненный шампанским лондонской жизни накануне войны и в первые ее годы. Бывший член британского парламента Генри Чипс Ченнон описывает принца Филиппа как самого красивого мальчика в истории, которого он видел. Как вам? Надеюсь, он имел в виду парня, мужчину. Кроме этого, он говорит, что он был самым желанным и приятным собеседником в шезлонге. На шезлонге. Короче говоря, понимаете, как хотите, но у этого члена парламента очень даже развитая, буйная и ненормальная сексуальная фантазия, связанная с членами королевской семьи и в особенности, как вы видите, с принцем Филиппом. Столь скандальная книга в свое время была запрещена, догадайтесь кем. А теперь под новой редакцией она вышла в свет, потому что королеву Елизавету II списывают со счетов. И что? Как вам такое? Принц Филипп желанный гость в моем шезлонге. Очень даже скандальненько, я вам скажу. И скорее всего, мне кажется, не соответствует правде. Давайте-ка забудем про идеального компаньона в шезлонге принца Филиппа. Пусть покоится с миром. И перейдем к следующей новости. Генеральный директор BBC. Что произошло? Он выступил с речью, толкнул ее, и все это опубликовали. Он нам рассказывает о том, что теперь BBC официально заявляет, что более никогда не покажет то самое интервью принцессы Уэйской, принцессы Дианы. Никогда более. Интервью Панорама. Репортер Мартин Башер, который оказался всего лишь преступником, обманщиком и так далее и тому подобное. И вот генеральный директор BBC рассказывает нам всем, что более никогда не будет использовать эту запись, и BBC более это никогда не покажет. Я вам рассказывала, что у BBC долги, и они до сих пор не выплатили вот эти вот штрафы по этому интервью. Ну, а теперь переходим к следующей новости, и все подробности вы могли прочитать на экране. Как вы думаете, какая королевская семья у нас сегодня в гостях? И эта семья, эта подсказка, у нас гостит очень редко. Ну, думаю, никто не угадает, поэтому я сама и оглашу. Бельгийская королевская семья отмечала национальный праздник, и Дели Мэйл написал статью, но немножечко ошибся. И как именно ошибся Дели Мэйл, совсем с ума сошел. Я имею в виду газету, издание и так далее и тому подобное, не надо меня поправлять. Так вот, что король Великобритании Филипп и принцесса Великобритании Елизавета вышли в национальный праздник. Я думаю, что это, конечно, опечатки, но просто забавно. Кроме этого, на картинках мы, конечно же, видим королеву Матильду, которой 49 лет, ее супруга, короля Филиппа, 62 года, и детей. Габриэля 18 лет, Эммануэля 16 лет, Элеонору 14 лет и 20-летнюю Элизабет, которая очень нравится британским СМИ, ведь она учится в Оксфордском университете и получает образование в Уэльсе. Часто бывает так, что в своих роликах я критикую звезд, королев, принцесс, зачем они надели тот наряд, он их не украшает, зачем они надели эту обувь, зачем они сделали такую прическу. Короче говоря, строю из себя модный приговор для королевских персон. Но, кстати, модный приговор для королевских персон, вам не кажется, что это хорошая идея? Надо над этим подумать. Так вот, уважаемые зрители, пожалуйста, посмотрите на королеву Матильду. Ну, она так замечательно выглядит, покрой платья украшает на все 100%. Нельзя сказать, что это платье скрывает фигуру, но точно так облегает и так обтекает ее фигуру, что она выглядит действительно как королева, как сочетается оттенок платья, цвет охры и шляпка. Пожалуйста, тоже приглядитесь. И еще насчет шляпки. Вот это не сумасшедшая шляпка, очень даже классическая и очень даже к месту. Головные уборы часто у королевских персон бывают чрезвычайно смешными. Я думал, в этом есть некий хайп и прелесть, и так и должно быть, но не всегда. Здесь это было неуместно, я имею в виду чрезвычайно смешную шляпку, и королева Матильда с этим образом прочувствовала это полностью. И еще, это платье невозможно представить без брошки. И обратите, пожалуйста, ваше внимание на брошь. Она на месте, и она идеально подходит и сочетается. И кроме этого сумочка. Никаких ординарных там сумок, которые носят все и вся. Вот такая вот интересная сумочка у нее. И подходит просто идеально. И еще, пожалуйста, минуточка модного приговора для принцессы Елизабеты. Мне тоже нравится этот наряд. Очень яркий, красный, насыщенный. Вот именно тот правильный красный цвет у этого наряда. И мои аплодисменты, надеюсь, ваши тоже, выглядят выше всяких похвал. Бельгийская королевская семья в национальный праздник буквально блистала и показала всем стиль, как надо выглядеть в современном обществе королевам и принцессам. Согласны вы со мной или нет? Раскритикуете или нет? Милости прошу, как говорится, в комментарии. Ну, а мы переходим к следующей теме. Ну, а теперь к оскорбленным. Оскорблены остались практически все. Оскорблены, оскорблены. И вот Меган Маккейн, писательница, ведущая, американская ведущая, американская писательница, говорит, что осталась глубоко оскорбленной после выступления принца Гарри. И вот таких вот оскорбленных, ну, просто, я не знаю, полсвета. Ну, чем они так глубоко все прям оскорблены, и я не могу понять. Вот прям глубоко. Ну, мне кажется, преувеличивают. А вы как считаете? Найджел Фаредж, британский политик, тоже прошелся по принцу Гарри. Кстати, он это делает не первый раз. Кто живет в Великобритании, скорее всего, конечно, знает, что он общеизвестный политик, который много говорит и громогласно говорит. Вот и в этот раз он заявил, «Принц Гарри не царь бедности». Это дословный перевод. Как вам? Ну, неужели он никогда не додумается, что в речи нужно говорить о других людях, а не только о себе? И это очень сильно раздражает то, что он себя ассоциирует со всеми теми героями нашего времени. В частности, здесь имеется в виду Нельсон Манделла. По-своему, все эти люди, которые остались оскорблены выступлением принца Гарри правы, я не думаю, что принц Гарри – единственный, богатый, привилегированный человек, который выступал с трибуны ООН. Как считаете? Мне кажется, уже преувеличивают. На этом все, уважаемые друзья. Надеюсь, этот выпуск вам понравился. Обязательно ставьте лайки, обязательно пишите комментарии. Как вы знаете, это очень нам помогает. Вы нас нашли, помогите и другим зрителям найти нас. Это продвигает канал. Надеюсь, что вы не забудете каждый вечер нас смотреть. Переходите по ссылкам под этим видео. Ну, а я с вами прощаюсь. Пока-пока. До новых встреч. Увидимся.